В городе Донецке появился человек из Сербии, насколько мы понимаем, которого зовут Братислав Жиркович. И в соцсетях он пишет довольно резкие сообщения, комментарии в твой адрес. Расскажи, пожалуйста, насколько вы знакомы с этим человеком, и зачем он это делает, и почему, на твой взгляд, что это? Вы враги, вы друзья, вы когда-то вместе, вы не имеете... Вот что случилось такое? Братислав Жиркович, он работает за нашей службой безопасности в Сербии. Это любой серб, который спрашивает, что он тебе это будет сказать. И почему он пришел здесь? Ну, наверное, сделает и провокацию, на которую бы я был должен отреагировать. Потому что месяц, примерно 5 лет назад, представитель НАТО в Сербии, публично спросил премиера и президента Сербии, да решит, что это по вопросу меня. Потому что я сильно мешаю, но по их словам, дороги Сербии в Евросоюз и в НАТО. Ну, мою деятельность здесь очень много, через Facebook премиера в Сербии, очень много. И, ну, я долго не верил в это, но получилось, да, ну, как... Сильно являем на мнение народа там, когда пригласим на какой митинг, через соцсет, очень много людей ходят против власти, против НАТО, ну, все это. Так, да, после этого заявления представителя НАТО появились у СМИ там разные информации, как я сбежал из Сербии, как убегаем от кого, потом представитель Украины, ну, посол Украины в Сербии поднял вопрос сербских добровольцов, потом Радио Слободна Европа, ну, можно месяц назад приезжала в мае село, и в моем селу делали, ну, спросили люди да скажут, что это плохо оба мне, но не получало се. С начала и получили чуть-чуть по голову там от местных, когда им начали деньги давать за это, да расскажу. Ну, наканцу нашли там одно, который был согласен за деньги, сказати что нужно, и потом еще одно из Белграда. И сразу они это опубликовали у Сербии, а завтра это опубликовано на Украине, как сам я обманул люди в Сербии, как сам свалил, как никто не знает где я на хажус, ну, это, немножко нонсенс. Ну, Братислав Живкович, наверное, пришел здесь с идеом, не с идеом, он по приказу, наверное, пришел, да, да, реши твой вопрос мене. Но если человек пришел в Донецк и в Донецку говори как меня вигнал из армии, как меня здесь никто не навидит, как я не служил, он мне ищет по квартирам, я где-то прятам, по Донецку, от его, это просто, его желание, да я сделам какую ошибку, да я, не знаю, там заадьем с пистолетом к нему, или с винтовком, или что-то такое, как бы с ми в Сербии это опубликовали, да, там нет закона, там нет ничего. А на самом деле, Братислав Живкович, мне тоже непонятно как он здесь нашел все. Он, человек, четнички покрыт организует, который финансирует люди, которые су сбежали 45-е от Красной Армии, и его финансируют из Америки, Аргентине, это, опще доступно на интернету, потом, это, человек, который с бульгарским неонацистами организовал, тоже на интернету, может быть, да, он находится. Организацию в Болгарии, который убил сербского полицейского на Косову, и потом сбежал в Болгарию, ну, ему все опроштают наше, проштают наше службе там, потому что есть человек, только один человек, который где год нужно Сербе сделать плохим, он это сделал. То же, это и четнички покрыт, он всегда был против Красной Армии, значит, их основная варианта, это Красная Армия, само и хуже. Партизаны, это ужас один. Например, как сейчас на Украине что происходит по вопросу этих памятника Ленина, можно видеть в курсе, но в Сербии 90-х годах Вук Драшкович организовал тоже такую хайку на Красную Звезду. И все красные звезды, которые находили в Сербии, они су поламаны, потому что, по их мнению, они су очень много плохо сделали Сербии и уничтожили наше государство. А Братислав Живкович, один из главных идейных людей, которые су это делали, и на самом деле это физическое дело. Так что я не понимаю, как он себе, вообще, как он здесь зашел, но это уже вопрос службы. И это не проблема у меня, потому что, ну, я знаю, где работаю, ребята здесь знают, да служим и все, что есть. У меня проблема, когда он начал писать, это же и на Фейсбуку, очень много людей из России спросили, ну, что это происходит, что это правда. Здесь местные ребята, которые помогут много раз, ну, спасут жизнь, в бою, что такое, хотят найти, вот там, избить, убить, но я молюсь, умолю, ребят, пока не делайте, это, это им очень не нужно. Просто у нас есть республика, правду в свои руки нельзя забирать, у нас есть МГБ, есть МВД, есть военная прокуратура, прокуратура, они будут заняты с этим и решить вопрос. Просто мы стоящие республика, где влада закон и где такви люди не могут долго вратить. Знаешь, это такая откровенная ложь, да, ну, нет смысла. Значит, если же скажешь, то есть какое намерение. А тут может быть толку намера, да я сделаю что-то плохое, но я, конечно, это не буду сделать никогда. То би сделало плохое за все Сербии здесь, в Сербии, нас и так там ненавиде, но правите, суете, про-натовские организации, полиция, безбедоносная агенция наша под англичанима на ходице. Потом это би се плохо отразило на ДНР, но как што почућа било, каторого отправили здесь убитиминја. И то же симптоматично, и один и други здесь зашли через Стрелкова, через Луганск, потом здесь через Стрелкова. И то же один важный момент, очень много Сербия, после этого выступления представителя НАТОа в Сербии, очень много Сербия снова начало приезжать в Донецк. Но как добровольцы, конечно, добровольцы больше не нет, они приключают се наше армии, позавчера одно вас встретили, сегодня он проходит лекарские анализы там, враће все што нужно и оформляе се у нас. Так да, може не то один од главных вещей, па чему это все происходи и па чему су је отправили. Потому что один человек сам да приђе, значи человек, каторо своју жизнь делу на ненависти к красној армии, к знаменју красне звезде, да приђе војват из 10 барадати, тако и с большом барадом, но это не може бити у нас у армии, у нас је ст новоуставна, да знати как се бе водити.